Во всех школах города Якутска объявили карантин. Такое решение сегодня приняла санитарно-противоэпидемическая комиссия администрации столицы. Цель – недопущение вспышки заболеваемостью гриппом и ОРВИ. Таким образом, учебный процесс для школьников с 1 по 11 классы приостановили на срок 17 по 23 января включительно. Иргуяна Егорова подробнее. По данным еженедельного мониторинга в республике регистрируется эпидемический подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. За вторую неделю за медпомощью обратилось 7,5 тысяч человек. По отдельным классам порог принимается, когда количество заболевших детей превышает порядка 20%. Ограничительные меры предприняты на территории всего городского округа. Увеличение порога практически по сравнению с прошлым годом. По количественному составу порядка 105%. Мы тоже проводим определенный мониторинг по заболеваемости детей. В понедельник состоится очередное заседание. Будут приняты дальнейшие решения. Превышение недельных эпид-порогов по совокупному населению отмечается на 17 административных территориях республики. В Якутске за вторую неделю наибольший прирост заболеваемости отмечается среди школьников. В структуре заболевших 80% больных являются дети. Необходимо отметить, что среди школьников заболеваемость выросла в два раза. И эпидемические пороги среди них превышают на 95%. Буквально на прошлой неделе в детской клинической инфекционной больнице пациенты лежали в коридоре. На сегодняшний день все 74 койки переполнены. Данные лабораторного мониторинга показывают активную циркуляцию вирусов сезонного гриппа А и Б. В больницу в основном попали дети маленького возраста и начальных классов. В связи с карантином число заболевших должно уменьшиться. В этом году у нас сезон начался пораньше, то есть начиная с ноября, в начале декабря уже начались у нас заболевания. Школьники, которые получили вакцину Гриппол плюс сезонный в этом году, да, они меньше болеют. Больше поступают дети до трех лет. Учебно-воспитательный процесс полностью приостановлен в двух школах Ленском и в одном детском саду и Меконском районах. Также специалисты опровергают слух заболеваемости менингококковой или энтеровирусной инфекцией в одной из столичных школ. Эпидемиологи рекомендуют соблюдать все меры профилактики. Родителям необходимо ограничить посещение детей в местах массового скопления людей. Юргаяна Егорова, Владимир Таюрский, Гаврил Дичков, НБК Саха, Якутск.